Новые реалии в мире финансов заставляют нас искать оптимальные пути решения. С основными трендами, статистикой и финансовыми прогнозами нас познакомит основатель и генеральный директор платформы e-кредит Кирилл Ларин. По традиции давайте встретим аплодисментами. Спасибо большое. Наконец-то! Смогли, вот как надо. Спасибо. Всем привет. Привет. Значит, я знаете, меня зовут Кирилл Ларин. Платформа e-кредит – это решение, IT-решение, которое помогает дилерам продавать автомобили в кредит. Быстро, качественно, выгодно, доходно. Но свое выступление я хочу начать с того, что я хочу вас попросить поаплодировать одному очень важному человеку, который сидит в аудитории. Ее зовут Софья. И это человек, который в 2 часа ночи вносил изменения в мою презентацию. Давайте просто поаплодируем. Спасибо тебе большое. И прямо очень-очень круто. Также я хотел сказать, у меня вот тут вот слева на первом ряду сидят мои краши. Это мой фан-клуб. Эти, по-моему, ребята посещают все мои выступления, я не знаю. Либо потому что им Даня Первухин приплачивает, я без понятия. Значит, смотрите, теперь все серьезно. Я собрался. Следующая история. У нас наступает с вами скоро 2024 год. И в 2024 году происходит какое-то дичайшее количество изменений. Я вот всю эту информацию собрал, положил в презентуху. Я вам буду рассказывать. Там нет ничего про рекламу. Там скорее про описание того, что у нас будет в следующем году. Там на самом деле много жести, но очень много про надежду и много про то, как нам будет классно с вами продавать автомобили. Но не всем. Итак, давайте начнем вот с какой истории. Да, все, что здесь. Это текущий год. Вы видите, что с ним происходит. Да, у нас он рос, 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 рос. Значит, потом он начал осенью у нас падать. Он, ноябрь мы еще не подводим, мы ждем результата. Но, скорее всего, значит, все дилеры, которых мы опрашивали, все считают, что будет падение продаж. При этом очень важный момент. Вот эта вот левая наверху диаграммка. Уже есть аналитика по итогам ноября, 10 месяцев текущего года. И впервые за 10 месяцев года было выдано автокредитов свыше 1 триллиона рублей. Это вот как бы результат роста стоимости автомобилей, роста среднего чека по кредиту. И, в общем, с одной стороны, как бы денежная масса растет, а штуки, скорее всего, в ноябре подупали, в декабре, очевидно, тоже, скорее всего, они тоже немножко подупадут. И специально для Урала какие-то цифры для того, чтобы вы посмотрели и поняли, что у вас происходит. Оренбург, Оренбургская область почему-то падает в разы меньше, чем остальные субъекты Российской Федерации и гораздо медленнее, чем Москва. С чем связано? Я, честно говоря, абсолютно не понимаю. Но если у вас есть возможность поехать продавать автомобили в Оренбург, то, как видим, это надо делать. Это, естественно, шутка. Значит, теперь давайте перейдем к самому важному, пожалуй, разделу. Это история про Центральный банк. Что делает Центральный банк с… Ну, называют это борьба с инфляцией, но глобально это борьба Центрального банка с закредитованностью. Значит, здесь есть несколько крайне важных моментов. Первое. Мы который год бьем рекорды по количеству выданных кредитов. Прям кредиты растут, ипотека растет. Но есть адская циферка, обратите, пожалуйста, внимание. Четверть всех заемщиков – это люди, у которых 3 плюс кредитов. Ну, ипотека. У меня, например, есть ипотека и там потреб. При этом важная история, на которую хочу вам показать, чтобы все порадовались. Обратите, пожалуйста, внимание возраст заемщиков. В автобизнесе у нас с вами, на удивление, крайне комфортный уровень заемщиков с точки зрения возраста. Почему комфортный? Потому что в этом возрасте количество хорошо работающих людей у нас одно из самых высоких значений среди всех видов кредитования. То есть в целом можно сказать о том, что автокредиты – это достаточно защищенная какая-то гавань. Ну, по крайней мере, пока. И, честно говоря, центральный банк на автокредиты практически пока еще не смотрит. Это очень хорошая для всех нас с вами новость. А вот если мы с вами посмотрим на потребы, и почему я сейчас акцентирую внимание на потребах, потому что потребы – это один из самых сильных драйверов в продаже автомобилей с пробегом. Почему? Люди пришли в отделение банка. Обратите, пожалуйста, внимание на средний чек. 930 тысяч рублей – средний потреб. Это как бы приличные бабки. На эти деньги можно купить какое-то количество автомобилей, там, ну, разных марок. Ну, просто древнее будет это, но тем не менее. Это наше с вами счастье, что центральный банк борется с выдачами потребительских кредитов. Почему? Это хорошо. Люди больше с помощью потреба не смогут покупать у вас автомобили. С одной стороны, я делаю вывод, что таким образом у вас будет падение розничных продаж, потому что меньшее количество клиентов придут с кэшем. Но, с другой стороны, начнет расти доля автокреда, на котором, как мы с вами помним, мы с вами крайне прилично зарабатываем. То, что делает центральный банк, идет в крайней степени на пользу автодилерам, идет на пользу отрасли. Это офигенный плюс, с которым, честно говоря, вас всех поздравляю. Второй блок, важный, тоже очень важный. Это ключевая ставка. Честно говоря, это печаль. Вот сейчас вот черный раздел такой. Значит, вот так вот мы с вами жили. Низенька, низенька. Потом пошел всплеск. Что происходит? Рост ключевой ставки. А вот это вот облако выдаваемых кредитов в автомобилях с пробегом. Размеры кружочка – это объем денег, которые выдаются по этой ставке. И, честно говоря, вот глядя на эти значения, конечно, становится немножечко зябко. Потому что ставки пошли в космос. Вот это график с уровнем одобрения. Обратите, пожалуйста, внимание, что ключ растет, а уровень одобрения падает. Как вы думаете, почему? Растет сумма кредита, которую заемщик на себя берет. То есть, если раньше переплата по кредиту была меньше, с ростом ключевой ставки и с ростом ставок по кредиту, количество денег, которые заемщик должен вернуть в банк, резко начинает расти. И банк не верит, что заемщик эти деньги сможет вернуть. И вот это на самом деле большая для всех нас проблема, потому что, скорее всего, этот тренд пойдет туда дальше вниз. Потому что люди должны большее количество бабла возвращать. И это прямо трабл. При этом вот предыдущий график, который там я пролистнул, это история про трафик. Вот мы смотрим, что рост ключевой ставки практически не повлиял на трафик в отделах кредитования и страхования. То есть, русские, ну, россияне, это люди без страха и упреха, слабоумия и отвага, которые готовы брать кредиты даже под 20 годовых. Значит, какие выводы делаю? Предлагаю вам свой набор выводов. Возможно, у вас он будет как бы какая-то своя история. Первая. Ключ отправляет ставки в космос. Вторая история, что без допов дилера только переплата за железо – это практически на шестилетнем кредите 50% от цены автомобиля. И если люди будут спрашивать, сколько я за 6 лет переплачу по кредиту, то, конечно, в этот момент лично я такой кредит не стал бы брать. Потому что как бы за короткий период времени ты практически, ну, как бы вернешь гигантское количество денег в качестве переплаты. Что это обозначает? Это обозначает, что, скорее всего, ваши отделы кредитования и страхования будут перестраиваться на продажу без КВшных тарифов. Это то, что было в начале, вспомните, когда ставки были 30 годовых, и в этот момент мы стали все продавать и отправлять заявки в банки на кредит по тем программам, где у дилера не было КВ, потому что это нельзя было продать. Вот, скорее всего, эти времена сейчас будут возвращаться. У нас с вами, конечно же, есть замечательные продукты. Карты помощи на дороге, продленная гарантия, антиклещ, мой любимый, на котором мы с вами будем продолжать зарабатывать. Значит, следующий блок, про который я хочу поговорить, это финансирование стока. Значит, я его добавил буквально вот как раз с помощью Sony сегодня ночью, потому что мне показалось, что это офигенно важно. Значит, что у нас с вами происходит? У нас с вами происходит следующая история. Ключ в том числе влияет и на рост ВКЛ. ВКЛ – это выделенная кредитная линия, деньги, которые дилер берет для того, чтобы выкупать автомобили. И вот, честно говоря, что с этим происходит, я даже не могу себе представить. При этом это касается как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Но в новых ситуация, на мой взгляд, будет чуть хуже, потому что есть дольший срок экспонирования, нежели чем в пробеге. Но тут, возможно, вы скажете как-то более авторитетно, прав я или нет. Но, тем не менее, рост стоимости содержания стока будет расти, и он продолжит этот рост. Это большая проблема. Идем дальше. Немножко поговорю про льготные автокредиты. Вот эта вот табличка – это самый кайф. Обращаю ваше внимание, на 2024 год государство запланировало 17,3 миллиарда рублей для субсидирования льготного автокредитования. Это очень важная цифра, потому что в прошлом году, в текущем году, это всего 6,3, которые были разбиты на два периода. Так вот, скорость, с которой банки выдали льготный автокредит в 2023 году, было следующая. 5 миллиардов было выдано за полтора-два месяца. 17 миллиардов примерно будут тратиться месяцев 7. Это очень важный момент. Почему? Потому что 2024 год – это будет год новых автомобилей. Почему? Потому что АвтоВАЗ, Джилион – субсидия со стороны государства. Естественно, что Черри, естественно, Джили, естественно, Хавал будут субсидировать свои кредитные ставки. И вот я не успел сделать это домашнее задание, но мы с моими крашами сидели за столом и считали эту историю, что если на выбор Черри, Тига 8 Pro Max или BMW 2014 года, то BMW 2014 года продать практически невозможно, потому что Черри с субсидии автопроизводителя становится выгоднее, хотя там разница в цене автомобиля примерно миллион триста тысяч. То есть с этой точки зрения, мне кажется, ближайшие шесть-семь месяцев 2024 года для рынка автомобилей с пробегом, скорее всего, будут очень непростой период, потому что как бы будет атака на стимулирование продаж новых автомобилей. Идем дальше. 353-й федеральный закон, он наступает с 1 января, ну там какая-то часть заступает чуть позже. Это федеральный закон о потребительском кредитовании. Что здесь нас с вами ожидает? Есть некоторое количество изменений, которые теперь банки будут вынуждены делать при работе с допами, которые дилера продают. Здесь есть и увеличенный срок охлаждения, Здесь есть такая мерзость, как то, что банк обязан на следующий день после выдачи кредита уведомить заемщика о способах, как он может расторгнуть допы, которые ему продал дилер. И банк обязан это делать. Или, например, еще одна очень сильная, на мой взгляд, штукенция, что если сейчас заемщик должен сначала сходить к дилеру, условно говоря, то, начиная с 2024 года, он сразу идет в банк, и банк обязан ему полностью все вернуть, исходя из тех допов, которые дилер напихал. Какие выводы делу? Скорее всего, произойдет сокращение маржи дилеров от продажи доп услуг, потому что будет увеличиваться объем охлаждения. Второе, моя гипотеза, что, возможно, произойдет переток маржи в железо, но отдельно надо сказать, вот у нас была дискуссия с коллегами, и мне сказали о том, что я сильно недооцениваю способности дилеров впихнуть невпихуемое, и я с этим сразу согласился. Поэтому я поставил много вопросительных знаков, потому что, может быть, я и не прав. И третье, мне кажется, что если произойдет переток маржи в железо, то, очевидно, пойдет рост стоимости автомобилей. Но я могу быть не прав. Резюмирую, 24-й год и того, к чему нам с вами надо быть готовыми. Хочу вас попросить обратить внимание вот на этот, с вашей стороны, это левая часть. Здесь есть четыре базовых фактора, которые будут оказывать на нас очень сильное влияние. Первая история – это рост ключевой ставки. Рост ключевой ставки увеличивает ставки по автокредитам, которые будут, соответственно, нам тяжелее будет их продавать. Вторая история – это борьба ЦБ с дилерами и с теми допами, которые мы с вами продаем в тело кредита. Ну и четвертая история – это, собственно говоря, льготные автокредиты. Важный очень момент. С одной стороны, ЦБ борется с закредитованностью и с инфляцией, а с другой стороны, государство выделяет в разы больше деньги на льготную ипотеку. И что с этим будет происходить, честно говоря, мне не очень понятно. Дальше попробую с вами поделиться своим видением, как вот эти четыре фактора… Да, там есть еще пятый фактор, я его не указал. Это, конечно, рост стоимости стока, рост стоимости финансирования автомобилей. Как эти факторы будут оказывать влияние на бизнес новых автомобилей? Первая история, конечно же, ключевая – это то, что новые автомобили для государства будут в максимальном фокусе. То есть, если вы продаете популярных китайцев, вы продаете автоваз, скорее всего, ваш бизнес будет защищен и он будет расти. Если вы счастливчик и продаете кай, байк, я не знаю, еще там какой-то набор алфавитов, буквы алфавити, то, скорее всего, если у этих людей не будет субсидированной кредитной ставки, ваши продажи нафиг встанут. Вы не сможете продавать автомобили за 4 миллиона рублей со ставкой 17 годовых. Ну, как бы, я не знаю, что это за… кто эти люди, которые будут за такие бабки, под такие проценты покупать машины. Вторая история, очевидно, будет давление со стороны Центрального банка и со стороны автопроизводителей на те допы, которые мы с вами при продаже новых автомобилей добавляем в сделку. Автопроизводители это бесят, потому что у них увеличивается бюджет субсидирования. В тот момент, когда дилер добавляет свою карту помощи на дороге или продленную гарантию, у автопроизводителей увеличивается бюджет на субсидирование, потому что по факту он эти допы тоже субсидирует. И второе давление – это будет Центральный банк. В связи с тем, что потребы будут охлаждены до уровня льда, то автокредиты будут расти. Второй момент очень важный. На мой взгляд, будет происходить большая поляризация клиентов, большое сегментирование клиентов. Что я имею в виду? Если вы продаете автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей, то у вас будет очень низкий уровень одобрения, и у вас будут некоторые проблемы с банками, потому что в этих сегментах будет максимальное мочилово со стороны банков. Если вы работаете в какой-то достаточно средней аудитории ценовой, у вас будет нормальный уровень одобрения, но у вас будут проблемы, связанные с тем, что у вас высокая ставка, и на дорогом автомобиле будет не очень просто это сделать. Поэтому, скорее всего, вы пойдете в какой-то сегмент либо без КВшных тарифов, либо вы пойдете договариваться с банками, что вы будете им субсидировать кредитную ставку, чтобы вы могли делать свой маркетинг на 11 годовых, 12 годовых, 13 годовых, чтобы как-то продавать свои автомобили. Ну и вот третий вывод – это то, что клиенты с низкими доходами, честно говоря, это прям практически будет выжженная земля, потребов у них нету, автокредиты им будет очень тяжело получить. Что в этой ситуации делать дилерам? Честно говоря, опять же, да, давайте так, не мне дилеров учить, как адаптироваться, дилеры – самые выживаемые институции в экономике Российской Федерации, и это как бы без сомнений, то, что ту адаптивность, которую все показали в 22-м году и в 23-м году, это прям войдет в учебники истории. Я это говорю с большой гордостью, потому что мы часть е-кредит, часть отрасли. Значит, первая история, очевидно, наверное, как-то сокращать расходы придется, потому что вот даже не падение автокредитных продаж меня больше пугает, а меня больше пугает история рост стоимости на оборачиваемость склада. Вот это вот история, которая меня гораздо больше беспокоит и тревожит. Второй момент – это вот сокращать оборачиваемость склада, потому что каждый день простой автомобиль, и теперь очень много денег, и с этим что-то придется делать. И третья история – это, конечно, ну, здесь сорянчик, выгодоприобретатель в этой истории е-кредит, потому что мы вам помогаем работать сразу с большим количеством банков, но вам нужно увеличивать количество банков. Если вы сейчас работаете с 10 банками в пробеге, это мало. У вас должно быть 15 банков, у вас должно быть 17 банков, у вас должно быть просто все банки, потому что уровень одобрения будет сокращаться. И вам для того, чтобы получать высокий уровень одобрения, надо отправлять клиента просто веером всюду, где только можно и где нельзя. Более того, я могу сейчас сказать о том, что в банках тоже есть свои проблемы, например, связанные с ликвидностью, и, в общем-то, банки говорят о том, что 24-й год для банков – это год капитала. У банков есть проблемы с ликвидностью, для них закрыты внешние рынки. Центральный банк изменил методологию расчета ликвидности, по которой вдруг, например, в один день практически все банки стали недокапитализированными. И внутри банков идет существенная борьба, куда дать деньги, потому что денег мало. То ли в ипотеку, то ли в потребы, за которые бьется Эльвира Сахибзадовна, то ли дать в автокредиты, то ли дать в корпората. И там вообще все в полном порядке. И вот с этой точки зрения каждый банк будет очень активно работать над тем, чтобы автокредиты были максимально эффективны. Это значит, что к вам пойдут регионалы банков, которые будут от вас требовать выполнения плана, которые будут давать вам какую-то повышенную комиссию, только при условии, что вы выполняете этот план, потому что проблема с капиталом. Ну и здесь, возможно, вы допишите какие-то свои собственные советы, идеи, сами себе посоветуете, что с этим надо делать, как адаптироваться к 2024 году. Хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, в который мы выложим эту презентацию, она будет только там. И она будет только для тех, кто подписался на телеграм-канал. Сорян, ребята, это небольшой шантаж, ну как бы, а как еще работать, да? Короче, спасибо вам за внимание. Я надеюсь, я вас не очень всех загрузил, но следующий год у нас будет крайне интересный, крутой. И, как всегда, только самые профессиональные чуваки заработают очень много бабла. Чего я вам всем желаю, давайте зарабатывать много денег. Я вот здесь стоял, стоял, слушал, и понимаю, что 2024 будет просто красава. Такое прям, да? Красава, вообще 100%. Вот. Только когда спокойно жить, понимаешь, вот в чем как бы. Будет ли еще поднимать цены на Е-кредит? Ну, в связи с тем, что 2024 вообще на все поднимается, вот, как вы? Спасибо за ответ. Понятно, все. Вот видите, как правильно, банкиры они такие. К чему приведут субсидии? Продажи от Джиллиона и москвича вырастут. Что же нам делать с Черри? Пояса затягивать? Слушайте, ну, Черри, без сомнений, Черри будут продаваться, будут продаваться у Черри. На мой взгляд, это самая крутая марка с точки зрения кредитной программы. Для тех, кто не знает, доля кредитных продаж Черри в 23-м году достигала 80%. А в Эксиде это было чуть ли не 90%. Покажите, пожалуйста, хоть один бренд, где люди, ну, как бы делают такие кредитные продукты, которые так разгоняют продажи. Поэтому точно Черри будет продаваться, Эксид будет продаваться, Амода будет продаваться, Джику будет продаваться. Я не знаю, Панга, естественно, будет продаваться. Поэтому сомнений нет. Может, у e-credit есть новые продукты? Расскажите об этом. Мы все работаем упорно второй год, и я, по-моему, уже всех задрал историю про цифровую сделку. Мы запустили цифровую сделку, мы ее продолжаем к ней подключать банки. У нас есть очень простая миссия, которую мы пытаемся реализовать. Она звучит таким образом. Мы хотим дать вам инструмент, который позволит продать автомобиль в кредит за 30 минут от консультации до оформления кредита. И вот цифровая сделка для нас – это инструмент, который убирает полностью бумагу, убирает бумажное подписание документов, и оформление кредита осуществляется с помощью подписания одной смс-кой. И надо отдельно сказать, что нас очень поддерживают банки в этом начинании, потому что у них это не меньшая проблема. Сейчас у нас уже готовы три банка, которые мы запустили. Это «Газпром», это «Открытие», это «Совкомбанк». И у нас на ближайшие шесть месяцев расписан план интеграции, где все, в общем-то, самые крутые банки вместе с нами будут это делать. Я могу перечислить – это и «Росбанк», это и «Лока», это и «Уралсиб», и другие достойные представители, кто профессионально разбирается в автокредитовании. Точно могу сказать, что к концу 2024 года автокредитование станет одним из самых технологичных отраслей с точки зрения скорости продажи. Почему скорость продаж важна? Ну, давайте просто поделюсь своим видением, потому что наши с вами продажи – это суббота и воскресенье, и когда клиент приезжает днем по дороге из торгового центра, у нас с вами есть два часа, когда надо продать автомобиль. Вот мы делаем все, чтобы, когда к вам пришла электричка, вы эту электричку очень быстренько могли обслужить и все, что надо продать. И еще, я думаю, что этот вопрос вообще всех интересует, такой жесткий инсайт. Какие банки крякнут в 2024? Никакие. Все банки будут жить, у всех банков будет все прекрасно, и банки продолжат зарабатывать. Просто еще раз, им будет… Банки, на самом деле, очень профессиональные ребята. Очень профессиональные ребята. Да, они, может быть, где-то забюрократизированы, где-то еще чего-то, но абсолютно точно, я уверен, что ни у одного банка в автокредитовании точно проблем не будет. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, я не очень сильно всех загрузил. Спасибо, пока-пока. Спасибо.